Добрый вечер, дорогие товарищи! Мы выходим на плановую работу. Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Теория потребителей и стоимости» Василия Яковлевича Емельева. Считаю лекцию доктора философских наук, профессор Попов Павел Васильевич. Пожалуйста. Напоминаю, вопросы у нас в письменной форме. Можно брать листочки. Запись на выступление также. Здравствуйте, товарищи! Полот для моего выступления остается прежним. В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения Василия Яковлевича Емельева, доктора экономических, доктора философских наук, заслуженного деятеля науки, создателя, можно сказать, факультета социологии Санкт-Петербургского университета, создателя факультета экономики и исследований и разработок, директора нашего института социологии, который был в университете. И, надо сказать, между прочим, члена Российской Коммунистической Рабочей Партии. И человека, который на вопрос о том, а вы-то вообще за кого? Вы с кем? Как-то был такой вопрос, его в лоб спросили, и он неожиданно так. Я говорю, что вообще-то не думал, я же зарабочек. Ну, это все поводы, потому что можно быть зарабочим, и ничего не сделать, а можно быть, так сказать, вроде как и не активным каким-то деятелем, а какую-то роль большую сыграть в развитии человечества. Ну, вот, надо сказать, что теория Василия Яковлевича Ельмеева – это теория будущего коммунистического общества. То есть, это теория, которая позволяет нам двигаться быстрее, чем при капитализме, и опережать его по всем статьям. Почему? Потому что эта теория прямо противоположна теории стоимости. Прямо противоположна. Некоторые продолжают, разговаривая о социализме, говорить там о товаре, бенгах, о ценах. Но, строго говоря, это просто грубая политэкономическая ошибка, потому что социализм – это низшая фаза коммунизма, а другими словами, коммунизм в низшей фазе, неравитый и неполный, незрелый коммунизм. Ну, коммунизм, а коммунизм – это не товарное хозяйство. И поэтому все эти слова, вроде там товар, цена, товарно-дережные отношения, это, так сказать, ну, как бы надо брать только в историческом плане, как название. Если я сказал «товарный поезд», это не значит, что он везет товары. Ну, не хотите говорить «товарный», говорите «грузовой». Если вы говорите «магазин» или «рынок», ну, скажите «лавка», там, и так далее. По-разному можно к этому подходить. Некоторые товарищи, с которыми я разговаривал на эту тему, говорят, ну, нет такого термина «товарно-денежные отношения» применительно к капитализму. Нигде вы не найдете «товарно-денежные отношения». Это категория, которую выдумали уже советские политэкономы для того, чтобы обозначать совсем другие отношения. Анти-советские. А? Анти-советские. Нет, советские. Другие совсем отношения, которые являются непосредственно общественными, но выступают в старой товарной форме. Вот вроде бы как. Например, цена. Есть такая категория, представители? Нету. Потому что цена – это что такое? Это денежные выражения стоимости товара. А как называется категория социалистичная? Аналогичная, похожая. Плановая цена. Нет цен у нас. Не было таких цен, чтобы кто-то назначал плановая цена. А как появлялась плановая цена? Плановую цену формировал Госплан. А в соответствии с чем? А в соответствии с движением затрат. А зачем на эти нужны плановые цены? А за тем, чтобы следить за движением затрат труда. Чтобы куда толкать эти затраты труда? В сторону снижения. Какой был главный показатель при ставлении деятельности предприятий? Снижение себестоимости. Снижение себестоимости. А снижение себестоимости к чему приводило? Оно приводило к тому, что была прибыль нормативная. То есть не любая, а установлен уровень 20%. И вот нормативная прибыль добавляется к себестоимости. Себестоимость меньше, да еще процент накидывается. Прибыль. Скажем, в войну было 3%. Вот ваша прибыль. Вот будете и получите. Меньше себестоимости, меньше прибыли. Еще меньше себестоимости, еще меньше прибыли. Поощряли не за прибыли и не прибыли. Поощряли, конечно. Вот был фонд директора. И с фонда директора вы могли за снижение себестоимости, уменьшение прибыли получить. Потому что прибыль уменьшается тогда. А что тогда с ценой розничной, плановой? Да, она тоже плановая. Розничные цены. Государство могло снизить. И повысить, кстати, тоже могло бы. Значит, плановая цена. А себестоимость сокращается. Прибыль нормативная. Значит, вся эта пачка, прибыль вместе с себестоимостью снижается. А вот эта вот разность называется налог с оборота. Налог с оборота. Дескать, да, это получается вот там, когда вы приходите и в розницу это дело отдаете гражданам. Причем это не торговля. Почему? Потому что это распределение. Какая у вас доля есть в фонде распределения? Вот в соответствии с тем, что вы получили, зарплата. Хотите узнать, какая доля? Разделите свою зарплату на величину общего фонда зарплата страны. И узнаете, как вы будете друг. Вот ваша доля в фонде распределения. Но у вас же неудобно с дробями. Вам не нравится с дробями идти? Давайте умножим на общие знаменаторы. И тогда умножьте на основу на это самое, на что вы делили. И получите уже не дроби, а целые числа. Но это не меняет характер отношений. Никакого обмена нет. Почему? Со стороны государства. Государство вам выдало зарплату. А в эту зарплату отдали обратно, когда покупали предметы потребления. То есть, вот эти бумажки совершили движение туда и обратно. И вытопнули вам что? Непосредственно общественный продукт, который вы и потребили. Где-то на лихий тут обмен. Некоторые товарищи, одно. И, к сожалению, товарищ Сталин в работе экономической проблемы социализма. Вот если вы возьмете раздел, который касается средств производства, там он блестяще объясняет, что средства производства в наших условиях никакими товарами не являются. Ничего там товарного нет. Только товарные названия, товарные формы. И вот, к сожалению, он непосредственно это, так сказать, провел в книге. То есть, применительно к предметам потребления, говорит, ну вот предметом потребления – товар. А если это товар, то это продукт произведения для обмена. Тогда в обмен на товар должен пойти другой товар. А какой товар есть у работников? Если вот у меня работник, я даю вам товар. Рабочая сила. Ну, вот так. Товарное производство на том этапе его развития, когда рабочая сила становится товаром, как называется? Капсалистическим. Поэтому, вот, так сказать, разные направления политэкономов ссылались на разные страницы книги «Экономические проблемы социализма СССР». Ну, а сама по себе эта вот книга, я просто обращаю внимание, что вообще-то Сталин ведь политэкономом не был. Нет никакой его политэкономической работы. А философские работы у него есть в аналитическом и историческом материализме, вопросам и законам знаний. И политические работы – прекрасный эффект. Вот, поэтому, ну как мы оцениваем всегда деятелей? Не потому, что они не сделали, а потому, что они сделали в историю. И вклад Сталина в историю не приходящий. Ну, достаточно сказать, что Ленин никакой коллективизацией не занимался, и индустриализацией не занимался, и не выигрывал Великую Отечественную войну. Поэтому и не восстанавливал народное хозяйство после войны. Конечно, тяжело было из разрухи выходить. Кстати, при Ленине и не вышли. И с 22-го года Ленин уже не управлял страной. Он предложил Сталина генеральным секретарем, ну а дальше, как вот, до этого вообще не было генерального секретаря. Ну вот это, так сказать, вопрос о том, что это совсем другая экономика, и вот в этой другой экономике тот вопрос, который он подводил, капиталистическая экономика, к чему она вела? Она вела к развитию производства. А развитие производства в чем, прежде всего, заключается? В росте производительности труда. Что является самым главным показателем производительности труда? И самым точным. Это показатель трудоемкости. Как его получить? Это вот количество труда, которое содержится в единице товара, продукта. Единица продукта. Это трудоемкость. Поэтому снижается трудоемкость. Это значит, растет производительность труда. Не снижается трудоемкость. Да хоть как вы там пишете про производительность труда? Вот сейчас никак не пишут. Вообще стараются не употреблять это понятие. Почему? Да потому что они занимаются увеличением производительности труда и не выполняют историческую миссию капитализма. Потому что капитализм должен развивать производство. Говорят, зато у нас будет цифровая экономика. И что будут за цифры? 1,3 будет темпой роста на твердочеку. Или у них полная каша поэкономическому голове. Почитали бы хоть капитал. Вот капитал, почему? Книга для всех. Капиталисты должны его читать, чтобы знать, как унижать рабочих. Как эксплуатировать, как следует. И как увеличивать прибыль. Но если вы собираетесь увеличивать прибыль, то вы подумаете, как ее увеличивать. Надо знать, накапливать часть прибыли, отправлять обратно в производство. Правильно? Амортизацию осуществлять. То есть восстанавливать. А поскольку вы восстанавливаете средства производства, изношенные с помощью новых, современных, то у вас получается учет морального износа, а не только физического. То есть вы вроде бы ту же самую величину поставили, десятую часть, допустим, техники обновили, а получили прирост в производительности труда. А что делает наша доблестная, так сказать, кружазия, которая почему-то, я вот никак не могу понять, ну почему повторяют люди за ними, что это элита? Ну почему это элита-то? Ну элита вот, можно сказать, сидит здесь. Элита – это лучшее, да? Ну авангард рабочего класса – это лучше или худшее? Ну вроде лучше, да? Ну будем считать, что мы авангарду. Ну не слишком будем задаваться, но все-таки стараемся, по крайней мере, быть. Ну а там кто вплывает наверх? Давайте вспомним. Ну элитное зерно – это плохое или хорошее зерно? И все время называют элиты. Это руководители. Так руководители бывают плохие, бывают отвратительные руководители, бывают неумелые руководители. Ну почему они элиты-то? Причем никто тянет за язык. То одно время была тоже мода, которую почему-то повторяли простые люди, вплоть до нам, ну наши товарищи меньше, но КПР их все время не повторял. Мы, говорит, краснокоричневые. Мы отделались от таких не могли в народной правде. Все время пишут «Я вот из-за этих краснокоричневых. Ну почему вы краснокоричневые? Мы красные, а коричневые – это фашисты. А ты, вы краснокоричневые? Да гнать надо вас тогда погаными, если вы краснокоричневые. Правильно? Краснокоричневые – это просто коричневые. А? Краснокоричневые – это просто коричневые. Да, это коричневые, которые подкрашиваются под красным. Национал-большевики, например. Что это такое? Ну, что такое национал-большевики? Скажите мне, пожалуйста, национал-большевики. А что там? Ну, Гитлер, как называлась партия национал-социалистическая? Рабочая партия Германии. А посмотрите, какой у них был Их вот запретило буржуазное государство Потому что она запретила их как полуфашистскую организацию А какой был значок у него? Вот там, где у Китлера была свастика в круге Там черный молот, но как черный Видно, что они перегибали эту свастику Пока не получился черный молот И вот с этим ходили И так далее Так что эта история всякой науки Особенно пропаганды, идеологии Состоит в том, чтобы обманывать все время трудящихся И дурачить их И поэтому дурачить с помощью всяких приемов Применяя соответствующие слова Но задача-то вообще уже капитализма Прежде всего в том, чтобы развивать производительные силы Правильно? Развивать производительные? Развивать Мы должны это видеть Развивать производительные силы Значит снижать, между прочим, стоимость товаров А при этом у него задача, у каждого капиталиста Получить как можно большую прибавочную стоимость Он старается как можно больше стоимости в себе заполучить И поэтому вот об этом Альберт Эйнштейн в свое время писал И вот сейчас недавно статья вышла в газете Правительственной газете российской Жареса Альферова 3 октября Очень ее рекомендую А и все-таки социализм Где он говорит, ну как устроено капиталистическое общество И тот и другой А собственно все Сначала отняли все у рабочих А потом друг у друга отнимают И вся их деятельность состоит в том, чтобы отнимать друг у друга собственность Вот чем они заняты Им не до того, чтобы снижать затраты Не до того, чтобы внедрять технический прогресс Нужно вот набрать больше Если у вас больше, я вам завидую Как бы сделать так, чтобы это ко мне перетекло Вот надо чем заниматься Вот они этим и занимаются Когда говорят инвестиции Раньше это были Раньше не говорили инвестиции Капитальные вложения Это значит, вы на самом деле создали новые средства производства Создали фабрики и заводы А сейчас, что он вывез какие-то деньги И что-то купил в Африке, что дает какой-то процент Это что такое? Вот это Виктор Иванович очень четко Всегда называют это вывод денег Никакой он там роли не играет в этом производстве Если бы там у него было 40 или 50 процентов Если бы он организовал производство И эксплуатировал бы там Трудящихся других стран Это был бы вывоз капиталу А это вывод денег А деньги какие выводятся? Те, которые на амортизацию Закладываются, переходят в прибыль А прибыль отправляется в акшоры Или просто Что делают бандиты? Собирают Сначала они кого-то убьют, ограбят Потом надо сохранить Как сохранить лучше всего? Если есть, могу посоветовать как? Специалисты Создавайте банк Создали там 150 миллионов надо потратить Да, наверное? Сколько надо народу зарезать Чтобы создать банк Ладно, не выдавайте Я от себя скажу 150 миллионов А собрать сколько банкир может? Дальше я вам говорю У меня там, видите, в Центробанке Там дают под 100, 4 процента А я вам буду платить 6 или 7 За вклады И вы мне вклады не счете, не счете, не счете Потом я по международным этим банковским сетям 200 миллиардов туда От чьих денег? Моих 150, я вам сказал 150 миллионов А 200 миллиардов я перегнал за границу Пошел, купил билет на самолет и улетел Вы знаете, что шенгенскую зону нам получить? У нас же рядом в Гринляндии Идите В любую компанию туристическую Вам оформят шенгенскую Шенгенскую Визу И поехали И все Вот максимальная сумма Я ее назвал 200 миллиардов так вывезли Из России Чужих денег Ну там свои уже проблемы Там свое отнять Я говорю Так, у вас не совсем Это как-то аккуратно Вы делали Мы ваши денежки арестовываем Что значит арестовываем? Значит, ваши денежки я могу дать ему в долг А с него деньги Проценты слупить И ему И ему И ей И так далее Так Значит, я вас деньги не забрал Просто арестованы до выяснения И я могу десятилетия Давать их кредиты Собирать все Вот они этим заняли И вот уже Наши запугали Тут Уже здесь Она за следственный комитет нападает Потому что здесь Они не поднимают Производство А жульничают Поэтому Говорят Ну так можно каждого посадить Да А кто-то шел Они просто Они просто льются за края нашей страны Выливаются И купаются в них наши, так сказать Хозяева жизни Которых почему-то этих жуликов называют элитой Я вот очень бы просил не употреблять такое слово Так вот Что сделал Ельвеев Он эту линию продолжил На экономии труда Только усилил ее То есть экономия труда Так разве должна ставиться Что там конкуренция заставляет Каждый стремится К максимуму прибыли Как можно больше стоимость получить А он вынужден экономить Снижать затраты Это все в конце концов Приводит И может привести к снижению цен То есть он подрывает эту основу И как вы видите На некоторые виды Техники Вычислительные техники Или там устройств соответствующих И цены и снижаются В том числе Даже в монополистическом капитализме Хотя сегодняшний капиталист Монополист Он получает прибыль за счет чего? За счет снижения цен На основе научно-технического прогресса И за счет просто монопольного повышения цены Вам некуда пойти Больше никто кроме меня не производит Нет, говорит Вот мы не будем платить за квартиру Ну вышвырнем вас из квартиры Наше же государство Не ваше же государство И вышвыривают вам чемоданы поставят ваши И сумки ваши И портфели И пожалуйста И очки ваши выложат Идите пожалуйста И все И уже демонстрирует наше государство Свободное общество Нет денег До свидания Это все А товарищ Ельмиев Сказал Сказал, что надо На первом ряду На первом ряду сидит потребитель Он хочет все больше и больше потреблять И какое понятие потребление Время тебя Нет Хранство и общественное богатство Свободное время То есть сокращение рабочего времени У некоторых конвертируется Увеличение свободного У тех Кто начинает развиваться В это время А у других нет Они начинают больше пить водку И потреблять И вы что собираетесь потреблять Собственно говоря У вас с собой есть Что потреблять Ну мы после лекции Вернемся То есть Поэтому может человек Получить Время Нерабочее Дополнительно И что И смотрит Дурацкую передачу По телевидению От которой он деградирует Стреляет Убивает Режет Кровь идет Течет Рекой Это развитие человека Нет Нет А свободное время По определению Свободного времени Это время Для свободного Развития Не путать С нерабочим Время Нерабочего времени Полно Спим Во нерабочее время На трамвае едем Пешком идем С работы На работу И так далее Нерабочие по магазинам Шатаемся Ищем Там В аптеке Найти Какой В одну Вторую Третью Найти Легарство Это вообще Нерабочее время Стираем Убираем Готовим Мы А уж Если мы Чистим картошку Это просто Рабочее время Правильно Если вы жарите Между прочим Это тоже Материальное Производство Если вы стираете Это материальное Производство А если вы На стиральной машине Это машинное Производство С помощью машин Стираете Вы уже почти завод И так далее То есть Если вы начнете Считать Что получается В свободном Времени В свое время Была такая На закате Социализма Программа Была разработана Научно-технического Прогресса И его Социально-экономических Последствий Она почему-то Была строго Засекречена Чтобы никто Не узнал И не выполнил Видимо так Ну поскольку Я так сказать Там Работник университета Я пошел Себе получил Разрешение И в спецхране Прямо в Горьковской Библиотеке Там В помещении Рядом с главным Коридором Нашего университета Читал Приходил И там читал И вписывал В тетрадь Которая там и осталась И вынести нельзя И там я Узнал Как мало У нас свободного времени Ну просто Ну несколько часов Причем У женщин На два часа Меньше Чем у мужчин Это тогда было А сейчас Позакрывались Детские сады Ясли Сколько уже Всяких учреждений В том числе Юридических вузов В этих детских садах Сколько в школах Налоговых инспекций Уже образованы И так далее И сколько Прочего Сделано для того Чтобы Чем-то людей занять То есть сейчас Ситуация ухудшилась Но тогда уже было ясно Что неравенство В том числе То о котором говорил Ленин Между мужчиной и женщиной Остается Неравенство В возможностях развития Поэтому Как это видно Это видно Вот хорошо было Как только берешь Вуз Вузе Ну половина Женского пола Половина мужского Как только берешь Кандидаты Тоже уже так Кандидатов Женщина уже поменьше Чем мужчина Докторов Очень резко меньше Резко меньше То есть для того Чтобы выйти на этот уровень Ну нужно много Свободного времени А свободное время Ну и женщинам Нужно все время Заниматься И воспитанием Видите Если бы только воспитанием было Некогда и воспитанием заниматься Надо одеть Купить Найти Достать Сохранить Обеспечить Вылечить И так далее Вот Так что Эти проблемы Которые вот у Ленина В великом почине Что нужно для полного Уничтожения классов Они все актуальны Супер Актуальны сегодня Более того У них говорят Что вы нам рассказываете Про марксизм Это было 200 лет назад Ну что вы нам рассказываете Про 200 лет Это вы сейчас уехали За 300 лет назад Ну куда уехали-то Мы же уехали назад То есть Первоначальное накопление Первоначальное накопление Это же самое Врослое было Как они говорят Теперь лихие Они говорят Мы-то ничего не говорим Мы знаем, что это не лихие А это просто грабители были Бандиты Бандитские времена И в это время И в это время нам говорят О, это все устарело Вот как устарело Это ничего не устарело То, что здесь люди Это все Это наше сегодняшнее Настоящее И завтрашнее будущее До будущего нам Теперь долго еще Надо двигаться До этого И вот Эта главная задача Экономии Она Поставлена Благодаря И блестяще Решена Как решена Надо Если вы изготавливаете Средства производства Надо посчитать Нисколько вы затратили Только на это Средства производства Это значит Вы не досмотрели Общественный процесс До конца Это же Общественная собственность У нас При коммунизме При социализме Давайте досмотрим Сколько она труда Сэкономит Вот эта машина Благодаря тому Что она заменила Другую машину Причем Ильмиев разрабатывал Свою теорию Потребительные стоимости Для периода Когда Никогда ручной труд Меняется машинам Это делало капитализм А когда Один Машинный труд Заменяется на другой Когда машина Стала более производительной И вот она Сэкономила время Но если вы одну Такую машину сделали Ну Маленькая экономия А две Больше А три Больше А если в массовом порядке Вот если у нас Зил выпускался Как раз в 200 тысяч Зилов Вот это экономия А единичный Вот у нас Советский Союз Уже в эти Врежневские времена Уже отставал Очень По внедрению Именно У нас Передовая наука На первом месте По числу Изобретений Советский Союз И Очень сильно Отставал По их внедрению Потому что критериям Уже было С 1965 года С 1965 года С экономической реформы Какой критерий? Прибыль Рентабельность И объем реализации Ну то есть Вот эти лампочки Надо немножко Подкрутить Чтобы они Перегорали Чаще Потому что Вы срываете Получение прибыли Тем, кто Производит Эти лампочки Но поскольку Ну поскольку Это не наши Лампочки Это лампочки Иностранные Вот эти Так называемые Энергосберегающие Это лампочки Временные Тут ртуть Сидит По ртути Старый принцип Здесь Они совершенно Не современные Нагреваются Такой температуры Что По ртути Светятся А потом Эти лампочки Все выкидываются В помойки Наши И попадают В грудное молоко В конечном итоге Вот их дорога А в светодиодные Там действительно Энергосберегающие Там превращается Энергия Непосредственно В свет И немножко В тепло Поэтому вы там Можете откручивать Ярко горящую Лампочку рукой А другую нет Поэтому у нас Есть три вида Лампочек Деньгосберегающие Это те Которые Называют Обычные Лампы накаливания Потому что они стоят Там два с половиной рубля Лампу Значит Так называемые Энергосберегающие Это старио Которое у нас Забывает General Electric И другие компании И Philips Сюда Это барахло Которое вредным Является И опасным И наконец Вот светодиодные Которые связаны В том числе С работами Того же самого Жореса Алкерова Когда превращают Непосредственно Электрическую энергию Прежде всего В свет И немножко Только в тепло А они Еще в десятки раз Более Энергосберегающими И вот Надо взять Всю экономию Которую Дало Вот это Переозначение Новой техникой Какого-нибудь завода И Узнать Сколько сэкономила Эта техника В народном хозяйстве У потребителей И посчитать У потребителей Не там Где она производится А посчитать Экономию Тех Кто ее использует Если это экскаваторы Почему этот экскаватор Теперь больше Выкопал И больше Сэкономил Труда Тем самым Вот посчитать Экономию У потребителей А вот столько Вы затратили На производство Техники Это в минус Поставить Не так Как при капитализме Плюс Стоимость вырастает Да это минус Чем ниже Тем лучше Вычесть Вот эту Стоимость Этой техники И вычесть Затраты На ее ремонт И обслуживание И тогда Вы получите Народно-хозяйственную Экономию Труда И вот эту Народно-хозяйственную Экономию Труда Вы можете Превратить Во что? Тут же Свободное время Как? А где-то сократить Рабочее время Насколько? А на сколько Вот сэкономили Насколько и сократить? Если на полчаса Сэкономили Сразу и сократить Сейчас даже Очень хорошие люди Даже считающиеся Хоммунистами Некоторые говорят Сейчас проходит Такой процесс Скоро не будет Рабочих Непонятно Но если у вас Такой идет Технический прогресс Так он же Экономит труд А раз экономит труд Значит снижайте Рабочее время А что-то я не вижу Чтобы у нас Рабочее время уменьшалось У нас была 40-ка часовой Рабочая неделя Теперь по данным Которые я прочитал В российской газете 48 Тихой прогресс Вы какой Мы видели прогресс Нет Ну понятно Что вас уволят А ему дают Вашу всю работу Пусть один делает А зарплата Ему не в два раза Увеличить А только в полтора И нам хорошо И ему хорошо У него большая зарплата Правда Жизнь будет недолгой Зато Сытная и хорошая Вторая это утопия Я разлюбилась Вы хотите изобразить Я фору даю капитализму А вы его очерняете Нашу капиталистическую действительность Уже хуже бывает Хуже бывает Вот понятно Соответственно То есть Что получается Стоимость То есть То что в Марсе Не сама стоимость Конечно А затраты труда Которая была Субстанция И стройности В товарном хозяйстве Затраты труда Вычесть надо А экономию Посчитать Ну где посчитать экономию Не на заводе На заводе Может быть Стала дороже Техника Но стало двое дороже А сэкономили В пятеро Больше чем Раньше У нас имело место То есть Есть Сначала Валовая экономия труда Вычитаем Затраты На производство Техники Включая там Все затраты И на эксплуатацию И ремонт И получаем Чистую экономию труда Вот по этой Чистой экономии труда Вот представьте себе Вот скажем Он обеспечил Вот его предприятие Обеспечил Чистую экономию Труда Миллиард Рублей Оцененные Давайте ему Полмиллиарда дадим Пусть дальше развивает Это выгодно Нам будет Обществу Он нам В следующий год Еще миллиард Экономию даст А мы опять Его миллиард До тех пор Пока он не будет Заниматься Чем-нибудь Махина Пускай Это в оборот А сейчас Что происходит Полный тормоз Этот же принцип Можно применить Принцип экономии труда С целью превращения Потом Свободное время А со свободным временем Связано движение К бесклассовому обществу Как только Свободное время Будет превышать Время рабочее Разделение труда Физического В системе разделения труда То есть Если я в свободное время Играю на скрипке А в рабочее время Я на токарном станке Вытачиваю деталь Я не токарь Я скрипач Ну вообще-то Я не скрипач Я не токарь Я представитель Разных сразу Отраслей Это не значит Что не может быть Увлекающих людей Которые всю Там жизнь свою Уже по своему желанию Посвятят Какому-то виду Искусство А искусство Это вообще Не труд А деятельность Скажем То же самое Как Марк говорил В отношении Некоторых видов Умсенной деятельности Что Человек Творческий У него такая Творческая профессия И его деятельность Это самоосуществление Индивида То есть Как бы он получает Удовольствие Поэтому как-то Конечно нужно ему Платить Чтобы он существовал Но это не так Он и так Получает Своё главное Удовлетворение От своего труда А все управленцы Они должны получать Не зарплату А что Государство революции Открываем Ленин Жалование Вот вам пожалуем Поскольку вы хорошо Управляете Вам пожалуем Вот столько А вы что так плохо Управляете Вам пожалуем Чуть-чуть меньше Ну будете лучше управлять Вам пожалуем Еще больше Но кто-то он жалует Рабочий класс Который Является Хозяином Социалистического Общества Далее С такими же глазами Глазами Теории Ельмеева Надо посмотреть На повышение Квалификации Потому что Главной Производительной силой У нас является Не средство производства О которых я говорю А люди Поэтому Главное богатство Связано с повышением Квалификации И развития людей Повышение Квалификации Есть два варианта Квалификации Значит вас убрать Поскольку вы уже Закоснели Работаете по старому Его поставить Он новый На его место Вы собираетесь Одеваете До свидания Весы В вас Садитесь Все хорошо Давайте Работайте Что получается Ну а ваша задача Какая Вы должны Ваш приход Как более Гвалифицированного Человека Продвинутого И так далее Должен дать Большую экономику Сейчас продвинутый Считается кто Мешок денег Нашел Успешный Вот об этом тоже Жирец Алкоров Написал Ну раньше думали Новый прибор сделал Новое какое-то Изобретение сделал Значит мешок денег Будет А если у меня нет мешок денег И неудачник Ну ты сел в уголочек Что же Что же Я спрашиваю студентов У вас корабль есть? Ну что у вас нет корабля У этого Добромойча Он есть Он подводная лодка Сейчас бы сели на корабля И он так же рассказывал бы Только кофе налили бы нам всем Раз уж вы Хозяева жизни И мы бы ехали Я бы и рассказывал Про капитализм А нету у них А он Ну что вы собрались Тут просто Глытьба Сидят в университете Безобразие И тут собрались Тоже Где вот Ищу все Кому бы этого Проезжать Какую лекцию Нету Экономия От повышения Квалификации Будет Будет У кого Надо посчитать Тоже народно-хозяйственную Экономию Посчитать Но мы же Его направляли На учебу Он же тратили На это средства Он же учился И сам Труд потратил Это надо вычесть Из общей экономии И будет Чистая экономия Точно такой же принцип Считаем экономию От повышения Квалификации Хотите По какой-нибудь Рабочей специальности Хотите по специальности Инженерной Хотите по специальности Управленческой Управленца Очень важно Марк говорил Что всякий Непосредственно Общественный Или совместный Труд Нуждается в управлении Которое А Обеспечивает связь Индивидуальных работ И выполняет функции Возникающие Из движения Всего производственного Организма В целом Отдельный скрипач Сам управляет собой А Оркестр Нуждается В дирижере Поэтому мы вовсе Выступая против капитализма Мы вовсе Не дооцениваем Значение управления Управленцы нужны будут И государству не будет Управление будет Всякая крупная промышленность Требует Авторитета Энгельс Писал У него есть такая работа Об авторитете И это так Прямо написано Остается рассмотреть Значит Критерием Критерием Показателем Который говорит о том Каких успехов Мы достигли В повышении квалификации Не потому Что там написали Как у нас сейчас говорят Компетенции И нам вот тут говорят Решите Какие компетенции Общекультурные Профессиональные И мы придумываем Эти все штучки А потому Какую экономию Получило Народное хозяйство И как Исследовано Свободное время Какое они дали Людям для свободного развития Остается Предмет употребления Ваши любимые Я не вообще против А я ничего против Предмет употребления Не имею Но Критерием Да что должно быть Вот Есть предмет употребления Критерием Предлагается В соответствии С теорией Потребительной стоимости Сумму Снижения цен На Предмет употребления Почему Потому что Если цены Ну понятно Что вы снизить можете Только тогда Когда вы это Сочетаете С повышением Производительства С новыми Средствами Производства И с повышением Квалификации Работник Правильно Ну так вы снизите Цену Чем больше Вы снизите Цену Тем больше Купят И известное Снижение Цен Между прочим Обеспечивает Гораздо Больший Объем Реализации Выражаемых Там В единицах Которых Считается Это Поэтому Снижение Цен Может быть Хорошим Таким показателем Но Значит Тут Перед Предприятием Которое Должно Проявлять Инициативу Понижение Цен Инициативу Стоит Задача Решить Что оно Передаст Обществу Какую экономию Какую экономию Возьмет Себе То есть Оно снижает Цены Не на Все А Оно просто Чего-то Больше Получит Само себя Стимулирует Но Самое Большое Надо его Стимулировать Именно От того Какую Оно Сделает Экономию Для людей Других Вот От этого И стимулировать То есть Надо стимулировать От той Экономии Которые Совершенствование Средств Производства И внедрение Дало Переход к Новым Средствам Производства От этого Стимулировать Давать Премию Работникам От повышения Квалификации Работников Тоже Тоже Оценивать По экономии Или от Снижения Цен Вот Чем больше У вас Сумма Снижения Цен Которые Вы Передали Обществу Тем больше Вам общество Дает Премию Выписывает Поэтому Вот Если мы Это все Сделаем Там В целом Вот мы Получаем Построенную На непосредственно Общественной Основе Систему Стимулирования Экономии Общественного Труда И превращение Этой экономии Свободное Время Трудящихся Ведущие Нас К цели С одной С одной С другой Уничтожения Классов Но на этом Все же Не заканчивается А что Задача Свободного Всестороннего Развития Всех Членов Общества И повышения Благосостояния Вы проходите По разделу Повышения Благосостояния Она Выкидывается Куда-нибудь Никуда Не выкидывается Она остается И при полном Коммунизме Поэтому Это И есть Теория Экономическая Теория Коммунистического Общества Которая Действовала И в первой Фазе Если кто думает Что это только Мечты И только Разработки То Они не учитывают Что уже В войну И при Сталине Такая система И работала Значит В войну В войну Как вы понимаете Экономическая Система Она Испытывает Особое Напряжение И она Вот Мы победили Благодаря советской Экономии Благодаря капиталистической А в чем Фокус-то был А в том Что у нас Я уже говорил Показатель снижения Себестроенности Был основной Прибыль 3% И цены Все время снижались Соответственно Снижались Розничные цены Государство снижало На войну Технику И Сумма Значит И цены За 42-44 год Почему 42-й Потому что Первые 2 года Развертывание Шло военного Производства А дальше Нечего Развертывать Потому что Все Остались Люди В гражданских Отраслях Которые Работают По 12 часов Больше Оттуда Нельзя уже Никого забирать Потому что Должен быть И тыл Который Снабжает Питанием Необходимыми Средствами Орудиями И оружием И так далее Оборонка Поэтому 42-го По 44-й Себестоимость Сократилась Вдвое И доля Затрат на Вооружение Включая Танки Пушки И самолеты За 42-й И 44-й В государственном Бюджете Во время Войны Сократилась 42-го По 42-й Доля Затрат на Вооружение Это сказка Это я Прочитал В свое время В журнале Плановое Хозяйство И тоже Поделился Когда Прочитал То есть Это История Нашей Экономики И поэтому Теория Ельмеева Есть Обобщение И продолжение Этой нашей Истории Поэтому Я вот Некоторые Критические Замечания В адрес Товарища Сталина Которые У него Содерживаются В книге Высказал Но я хочу Сказать Что Система Экономическая Которая Была создана При Сталине Она Выдающаяся Она Соответствует Полностью Пониманию Социализма Как непосредственно Общественного Хозяйства И она Была Передовая Поэтому Мы обгоняли Все страны И вышли На второе место В мире И как только Мы перешли По этой Экономической Реформе 1965 года Снова По сути дела На рыночные Рельсы Мы стали Отставать Отставать И до сих пор Сейчас продолжает Болтать Люди Когда уже Монополистический Капитализм Когда у нас 70% Продукции Выпускается На государственных Предприятиях Вместо того Чтобы на эту Единую монополию 70% Сделать Единый план Капиталисты Все же имеют План на свое Предприятие Но любая Монополия Имеет план У нас Единственная Капиталистическая Монополия Во всем мире За все времена Которая Не имеет план Это говорит о чем Руководство Страны Не понимает Даже как Капиталистическая Экономика Может развиваться В эпоху Империализма Монополистического Капитализма Они живут Какими-то Мечтами Или идеями Которые были Во времена Адама Смита Которые Читал Адама Смита Помните Эти перестройки Вот на таких Позициях Стоял Советских Так вы можете Считать Что эти Товарищи Которые Сейчас во Главе У нас Занимаются Экономикой Они стоят На позициях Советских Экономистов Рыночников Которые На самом деле Довели Нас до Капитализма А эти Хотят довести До полной Разрухи Народное Хозяйство Капиталистическое Вот такая Картина Ну вот Если говорить О сути То Это вот Самое главное А книга Политическая Экономия Труда Социальная Экономия Труда Большая И толстая Очень серьезная Глубокая Интересная Товарищ Золотов На юрисене Написал И Вот Как я Убираюсь Даже на той Кафедре Где работал Юльмей Как-то Они Все еще Это осознали Величие Этой теории Поэтому Я когда Туда Прихожу На день рождения Юльмей Всегда Объясняю В чем Составила Его теория Вот Я там Объясняю И здесь Постарался Рассказать Какого Можно Спасибо Один вопрос Как раз Вы уже Начали Отвечать На него Не лег Егор Иванович Вопрос Хотел Узнать Какие Есть у Товарища Ильмиева Базовые Труды Ну Социальная Экономия Труда Это Самое Итоговое Прикновение Большое Потом Вы можете Если Вы хотите Брать Труды Его популярные То Они Связаны С Работой Еще Двух Экономистов Долговой И моей И мы Выпустили Такую Самую Я бы сказал Популярную Шарахура Зашедшуюся Книгу Которая Называется Выбор Нового Курса Эта Книга Выпущена Издательством Мысль Московским В 91 Году Выпустили Мое За месяц Потому Что Вышла Книга Гаврила Попова Моего Однофамильца Которая Была Написана Десоветизация Дефедерализация Десоветизация А мы В пику ей Подготовили Быстро Эту книгу И выпустили Тиражом 50 тысяч Экземпляров Поэтому Ее закрыть Невозможно Надо Везде В разных Видах Есть Можно Даже Где-то Купить Сейчас Может Есть такая Существует Фома Заказа Ты заказываешь И тебе Точно Такую Делал За один Экземпляр Два Экземпляра Закажешь Два Сделаешь Три Три Хотя Ее Вроде Нет В продаже И я Например Свою книгу Социальную Деолекцию Видел Там написано Жанна Азенов Кто-то Может вам Сделать Эту книгу Кто-то Жанна Азенов Но мы там Я не препятствую Если кто-то Будет Перепечатывать И мне Это Совершенно Не надо Препятствовать Но Печатают Печатают Нет Такой Проблемы Когда У нас Был Праздник Большой 90-летие Революции Тогда Мы подготовили К этому Празднику Книгу Уроки Тоже Такой Втроем Юрьмеев Долгов И я Уроки И перспективы Социализма В России Там тоже Эта теория Изложена И в этой книге И в этой книге Изложена Ну В расчете На Все-таки Обычного читателя Потому что Я так-то С Евгеньевым Разговаривал Говорю Василий Аксин Ну вы Конечно Здорово Там пишете Во-первых Он писал Так что Только я мог Прочесть Потому что Нельзя по буквам Читать Там букв нет Как бы Так все волнисто идет Как-то надо Перепечатать Во-вторых У вас Как бы Вот Есть дом А в нем Есть парадная А в них Есть квартиры А в них Есть комнаты А в комнатах Есть кафе А в комнатах Есть ящички А в ящиках Еще есть отдельчики И когда я Редактировал Эту книгу Выбор нового курса Я сидел Так сказать Отрубал Эти все ящики Лишние комнаты И так далее Чтобы можно Простой человек Мог понять И даже рухнул И потерял сознание Срочно мы делали ее В гостинице Россия Ну потом очухался И мы все Идали Все хорошо То есть Вот я назвал Две книжки Они обе Написаны Достаточно Понятно Что немаловажно Для наших целей Как я понимаю Правда Чтобы это не было Потому что Вот эта книга Социальная экономика Она большая Ну не каждая птица Залетит до середины Днепра А вот эти книги Они небольшие И можно их Спокойно прочитать Так Которые мы больше Прошу слово Для выступления Это отдельно Это я все записываю Так Китайцы Обращали внимание На теорию Кривительной совести Значит Товарищи Из КНР В основном Они Имеют взгляд Снаружи При взгляде Снаружи Вырезают Какими-нибудь Обалкины Петраковы Кранроды Либерманы И прочая Всякая Рыночная мразь И поэтому К сожалению Товарищи китайцы Желающие проникнуть Они вот Пытаются Таким образом Освоить Советскую Как они думают Советскую Политэкономию Изучают они Антисоветскую Политэкономию Вот Почти такая же Картина Сложилась Когда Греческая компартия Решила тоже Освоить У них там Есть марксистский Такой центр И они Обратились Вот к Виктору Аркадьевичу И сказать Давайте тут Снарядите там Бригаду Этих Нет Давайте книжки Мы вот Мы изучаем Они могут Доставать В библиотеках Ну какие они Книжки достают В наших библиотеках Мало Мало В каких библиотеках Наши книжки есть Книжки Все вот этих рыночников И вот они Набрали этих рыночников Что мы объясняем Виктор Аркадьевич Что Ну вы не то читаете А что надо читать Ну давайте Мы к вам пришлем Людей И вот Там милая Увольстовна Она значит Пошла в библиотеку И она для них Там много-много Собрала литературы Действительно Коммунистической И советской По экономике И туда Отправляли им Или непосредственно Книги Или копии И большая была Работа Проделана Титаническая Я бы сказал Вот Крапропу Могло становлению Греческой компартии В этом отношении А потом Заслали туда Товарищ Волович Товарищ Евнеев Товарищ Томила Осина Еброва И я Ну там была Одна проблема Остановить Томила Осину Потому что Она Как-то трудно Ее остановить А так Мы там Собрали Они всех Секретарей Парторганизаций И собрали Всех членов ЦК И присутствовал Генеральный секретарь Айка Папа Рига Она слушала Слушала Первый день И говорит Пока нам это непонятно Давайте завтра А Ельмеев говорит Ну завтра Наверное мало придет У нас все придут Завтра все пришли Как штыки А Ельмеев Меня спрашивает Слушай Почему так Понятно Тебя переводят А меня непонятно Я говорю Василий Иванович У вас и так-то непонятно Вы делайте паузы Между выступлениями Своими Между предложениями И все будет хорошо Ельмеев На следующий день Как огурчик Стал выступ С толком Расстановкой Все рассказывает Все они послушали Похлопали Выходит опять Генеральный секретарь Греческий компартилик Мы поняли Вашу теорию потребительной стоимости Мы будем Руководствоваться Ельмеев был Очень доволен Целую партию Убили О том Что потребительная стоимость Спасибо Вопросы щекланы Спасибо Записавшись Товарищ Шмилев Здорово Пожалуйста Напоминаю Жду Микрофон Уважаемые товарищи Для начала Хотел подчеркнуть Важность Трудов Таких Труды Ельмеева Потому что Сегодняшний день Осталось немного Ученых Которые занимаются Политэкономией Социализма Политэкономия Капитализма Мы Все знаем Из трудов Маркса Мало Ну По крайней мере Есть Большая база А вот Насчет Политэкономии Социализма Эта база Намного меньше Потому что В основном Сейчас двигается Реакционная наука Все что Строилось В Советском Союзе Оно извращается Оно Преподносится В каком-то Искаженном виде И ставится вопрос А за что Ну Что В первую очередь Сейчас должны Продвигать Теоретические борцы Борцы за теорию Вот Хочу из личного опыта Сказать Что Головная мысль Которая двигает Вот эта вот Вся буржуазная профессура Они прям так Вот Практически каждый Кто преподает в вузах По крайней мере На экономической факультете СПБУ Они Двигают одну мысль Рабочий класс исчезает И они стараются Это продвинуть Любым способом Что Рабочий класс Он уходит в прошлое Что на его место Приходят какие-то Квалифицированные Работники Что Офисные работники Заменяют его Что сейчас уже Это Его как бы уже и нет И вот первым делом Что надо сделать Надо Надо Доказывать Большинству Что рабочий класс Он никуда не девается От того что Рабочий сейчас Ну По другому выглядит Немного Нет Молотовойцев Которые были Когда-то Там Сейчас Рядовые работники Атомных станций Это те же Пролетарии Которые Производят Материальный продукт Вот я Однажды В Википедии Написал Очень длинную Статью Как бы Туда Любой Может зайти Написать Редакторы Которые там Сидели Они ее Всю полостью Покромсали Оставили там Кусочек Маленькое Предложение Что Какая-то там Теория существует Какая-то Какая-то Большая группа Людей Продвигает Что Вот Существуют Какие-то там Работники Производящие Материальные продукты На их Плечах Держится Весь цивилизованный Бит Современного общества Все остальное Они продвинули Всякую теорию О том Что Ничего Это не правда Подписались Только опровержения Ссылались На какие-то там Источники В общем Они делают Все для того Чтобы Ну Рабочий класс Исключить Сознания общества Что Сделать Как бы Опорочить Маркс Сказать Да вот Может он Когда-то Был великим Экономистом Но вот Сейчас он Как бы Изжил себя Нет никаких Рабочих Все Марксизм Недействительный Поэтому Коммунисты Должны бороться За то Что Рабочий класс Есть Рабочий класс Борется Борется Пусть он Подавлено Борется Слава Но он Есть Он работает И создает Материальный продукт Благодаря которому И существует Наше общество Которому Он может Развиваться Это Главная мысль Которую Должны Сегодня Продвигать Эванксисты Спасибо Товарищ Черевский Начальная Фаза Коммунизма Социализма Есть Ли Капиталистическая Отрыжка Товар Или нет Вот Я считаю Что Сталин Прав В отличии От наших Теоретиков Почему Потому что Теоретически И глобально При социализме Нет Капитализма И в том числе Товара А если мы Присмотримся То мы увидим Что Есть Группа людей Каких-то Какие-то Воры Или Допустим Я после работы Пошел Сделал халтуру И получил Деньги Нечестные Незаработанные Завышенные И на эти деньги Я забот Не могу купить Никак При социализме А вот Предмет Потребления Могу Купить И он Выступает Уже Таким Капиталистическим Товаром Поэтому Я считаю Что У вас Вот Отрыв От теории Несмотря Как вы Надо Без вопрос Но это То есть Если Присмотреться Более Подробно К К Социализму Что В нем Есть Вот Это Остатки Старого И Их Нельзя Сбрасывать За счета Что В Концепенцов К Этому Приходит Ну Предположим Власть Вам Как Каким То Образом Достанется Или Вы Бредили Класси Ну И Что Вы Чего Будете Строить Снова Повторите То Что Было Там С Разными И Или Как Ничего И Все Это На фоне Таких Обывательских Захлестов Про Значит Уровень Потребления Сравнение Этого Уровня Потребления Причем На это Накладывается Временной Вот Этот Лаг Что Плоды Научно Технического Прогресса Значит Сегодняшний Часто Приписывает Капитализму Вот При Сталине Что Мобильных Телефонов Не было А теперь Еще 20 лет Назад Только У новых Русских Были Теперь Каждый Помощь Ходит Телефон И так Далее В этом Плане Конечно Надо Уметь Объяснять И нам Показать Значит Что Будет По-другому К чему Мы ведем К чему Так сказать Ведем Дело И так далее И здесь Очень важно Я так думаю Значит Уметь Показывать Что Экономика Это не только Проценты Это не Просто Уровень Потребления И даже Не способ Стимулирования И распределения Это отношения Между людьми Да И действительно Она должна Работать На то Чтобы Человеку Было Лучше Чтобы Он Развивался И в этом Плане Теория Потребительной Стоимости И тот Кусок Который Василий Яковлевич Там Значит Разрабатывал И проводил Она Конечно Значит Очень Нужное Время Сказать И Очень Правильном Направлении Нам Всем Помогало В этом Деле И сейчас Она Не бесполезное Дело Казалось Бы Мы Сейчас Ну когда Нам Еще До До Власти До Китая Пешком Надо Ли Думать Над Этим Дел Надо Вот Михаил Василич Привел Пример Что Греки Вот В условиях Капитализма Там У них Не было Промежутка Социализма Практически Да Значит Сидят И изучают Эту теорию Ведь Они Не просто Попросили Нас Лекторов Прислать И Вот Вы Вздумайтесь Из того Перечень Значит Книг Которые Они Запросили Ну И По Нашей Рекомендации Сами Они Накопали В Интернете По Журналам По Источникам Где-то Слышали И Прочее Прочее В основном Это была Литература Которая Касалась Спора Товарников И Бестоварников Начиная С 20-х Годов Прошлого Века И Заканчивая Сегодняшними Пересрочными Делами Делами И Вот Мы Им Поставили Этой Литературы В разных Видах Книгами Копиями Из журналов Выписками Там И Прочем На 200 Тысяч Страниц Вот Вдумайтесь 200 Тысяч Страниц И Груза И Они до Сих пор Не прочли И Невозможно У них Просто Этих Переводческих Сил Не хватит Чтобы Это Дело Посмотреть А потом Это Надо Еще Сил Иметь Соответственно Мозговые Чтобы Это Все Дело Ну А Сто Как Освоить Сам Возьмешься Читать Иногда Думаешь Да Хватит Уже Как Нигде В Следующий Раз Василь Якович Посмотрю Они Тем Не Менее Пытаются Потому Что Они Думают А Как Это Будет И В Различном Виде Может Где То Несколько В Мы Привыкли Это Дело Присутствует В Произведениях В Трудах Теоретических В том Числе Их Тезис О Социализме Которую Они Выдали Так Там И В том Числе Они Вот Присутствуют Там Примерно Такие Элементы Что Колхозно Кооперативная Собственность Которая Была Сохранена В Советском Союзе Это Они Ребята Напрасно Сделали Что Мол Это Советские Коммунисты Вместе С Товарищем Сталином Несколько Не доработали Потому Что Она Является Источником И Товарности И Капиталистических Элементов И Прочее Прочее Это Не Для Того Чтобы Мы Сейчас Разбирали А Того Что Вот Они Думают И Это У них Система Учебы И Пытаются Изучать Написать Обсудить И Целый Центр Есть Который Не Только Советской Историей Экономики Занимается Но И Это Присуще Также И Другим Самым Партиям Кстати Вот Вы Заметьте У нас Есть Приводы Между Нами Скажем Между Михаилом Васильевичем И РКРП И Дюнки Иногда Споры В отношении Оценки Того же Китая Куда Он Таскать Двигается В какую сторону Там Опять Не для Того Чтобы Сейчас Разбирать А Примеры Жизни Я Несколько Раз Слышал Когда На Крупных Международных Совещаниях Компартии Или Конференциях Высказывались Довольно Жесткие Оценки В адрес Товарищей Китайцев О том Что Они Идут Не туда И Все Это Дело Кончится Печально Они Повторят Судьбу КПСС Надо Сказать Что Китайцы Отработали Систему Никогда Не отвечают У них Один Ответ Это Социализм С китайской Спецификой Наши успехи Говорят За себя Вот Цифры Вот Темпы Росты И Прочее И Совершенно Другая Картина Была Когда Она Какое Это Было Совещание В 18 В Ханой В Вьетнаме Во время Своего Выступления Я тоже Наверное С минуту Посвятил Этому Вопросу Значит О Допуске Элементов Капитализма Товарности В Социалистическую Экономику Так И Его Перспектива Что Это Дело Идет К Разрушению Когда Тенденции Эти Нарастают То Что Их Вообще Нельзя Допускать Известен Опыт Ленинского НЭПа И Прочее Просто Надо Понимать Следить И Вести Дело В ту Сторону Чтобы В конце Концов Не Кончилось Крахом И Упомянул В этом Деле Не Только Китай Но Экономик Куку Которая Сейчас Значит Используют Эти элементы И Вьетнам А мы Были В Ханой В том Числе Сходили На Фабрики Там На Несколько Экскурсий И Прочее И Прочее И Вот Заканчивается Заседание Заканчивается Оно Уже Там Девяти Вечера Да При Том Что Начинается С Девяти Уже Это Сказать И Устали И Туда Сюда Вам Большая Просьба Значит С вами Хочет Встретиться Там Зав Делом ЦК Встречаемся И Представляешь Этот парень Три часа Мне Рассказывает Объясняет Что Поверьте Нам Мы Все Понимаем Понимаем Всю Опасность Чему Это Может Привести И Рассказывает Как Они Значит Пытались Сначала Методами Централизации Планирования Директивного Управления И прочее Но Не Получалось Не Хватало Особенно Спитание Ну И Дальше Рассказывает Грубо говоря Про наш НЭП И Все Время Возвращается Мы Понимаем Мы Понимаем Что Допускаем Что Это Смертельная Опасность То Над Этими Вопросами Конечно Надо Работать И Работают Подзавершая Вот Что Хотел Сказать Конечно Речь Идет О том Что Эта Экономика И Теория Потребительной Стоимости В полной Мере Может Работать При В том Случа Когда Власть Является Властью Трудящихся Диктатура Политета И Когда Действуют Такие Элементы Как Централизация План Это Достижение Человеческой Цивилизации Нисколько Не Не Менее Чем Там Дифференциальные Исчисления Или Теории Различные Физические И Конечно Эта Теория Она В комплексе Содержит И Фонды Общественного Потребления И Централизованное Планирование И Крупнейшие Инфраструктурные Проекты Которые Тоже Являются Потребительной Стоимостью Потому Что Они Нацелены На То Что Нужно Сделать В целом Для Общества В какую Сторону И Двигаться Тем Более Что С Ростом Научно-технического Прогресса И Соответственно Общественной Производительности Труда В сфере Производства Предметов Потребления Просто И Даже В сфере Производства Средств Производства Занято Относительно Все меньше Число Работников Рабочих И И так далее И тому подобное Поэтому Будет Применяться Конечно И теория Потребительной Стоимости В каком-то Виде Тут Трудно Сейчас Дали Но Прежде Все Конечно Власть Должна Быть Трудового Народа И Управление Откуда Должно Ити Созданием Потребительных Стоимости И условий Для людей Спасибо Последнего Здесь Извиняюсь Прошу Сула Товарищи Здесь в общем-то Не может Не возникать Такого вопроса А вот Как же Наши Ветки Вот В 20-30-х Годах Не было И 50-х Не было Диссертации Михаила Васильевича О фономерном Уврешении Противоречия Социализма Как первой фазы Коммунизма А противоречия Они ну Разрешались В целом Можно сказать И шли вперед К коммунизму А не назад А как диссертация Появилась Так и Экставрация Капитализма Произошла И не было Цельствия Теории Потребительной Стоимости А экономика В общем-то Работала Во многом По Постулатам Теории Потребительной Стоимости И благодаря этому Достигли Казасальных Успехов В том числе И во время Соревнования С экономикой По факту Объединенной Европы В годы Войны А потом Все вот так Пошло по нисходящее И пришло К тому Что пришло Можно сказать Что это сейчас И неуместно Говорю Потому что Уступление Было Михаила Васильевича А Василия Яковлевича Ильмеева И конечно Таким людям Представлять Какие-то претензии Совершенно Неуместно Но и тем не менее Вот все-таки Почему Несмотря на Те огромные Средства И силы Которые были Выделены На вроде бы Как на развитие Марксизма Ленинизма У нас в стране Вот тот же Институт марксизма Ленинизма Короссальный Он хорошо Справился По сути С одной задачей Это созданием Трудов Красников И благодаря Во многом Ему Мы Ну Это Побочная Была Вот Но в целом Так сказать Мы вот имеем Сейчас вот эти Все это богатство Изданное Которое В общем-то Пока Никем не Превзойдено Ну вот Здесь я Вижу вопрос В первую очередь В партийности Политэкономов Ведь для того Чтобы Мара Знать Мара Где-то Высказывать Правильную Точку Зрения Надо за ней Биться И биться С позиции Рабочего Краса Бат Михаил Васильевич Говорит Что При Социализме Все социальные Сраи Заинтересованы В продвижении Коммунизму Но с разной степенью Рабочие Больше Преподаватели Скажем Обществоведы В меньшей степени Но вот это Мне вот так кажется Тезис спорный Он бесспорный Если смотреть На коммунизм Как вот В его хрущевской Трактовке Когда богатства Повьются Полным потоком Конечно Кто будет Против такого Возражать Я сейчас Хорошо живу Но еще Лучше Жить Надо А вот Если Рассматривать Коммунизм Как бесклассовое Общество Тут уже Вопрос Так сказать Тут Так ли будут Товарищи Обществоведы Вы думаете Здесь В ППК На картошку Ездили на Общебазу Я На матмехе Ездил На матмехе А ВППК Уже нет Вот у нас И в политехе Ездили На кафедре Ездили А вот Обществоведов Как тот Этот выберег Из паркшкол Я думаю Не ездили На картошку А вот Если бы Подаватели Паркшкол Спросили бы Вы за 6-ти часовой Рабочий день Но вам так Придется на Овощебазу Раз в месяц Ездить Или в 8-ми часовой Рабочий день Но там На Овощебазе Будут специальные Люди работать А вот Тут будете Коммунизм У нас двигать Вот как бы Они прогрессовали Вот И надо сказать Что если Вот всякая Вот эта Шушера Рыночная Она себя Вела Партийно Партийно Не с точки зрения КПСС Чьи партбилеты У них в кармане Лежали А партийно С точки зрения Буржуазной партии Они активно Награно Храписто Всюду двигали Свою точку зрения Михаил Васильевич Говорит Вот их всюду печатали Их печатали Потому что Они награно Храписто Всюду лезли Вон к Михаилу Васильевичу На защиту Докторской диссертации По экономике Царый шабаш Приехал со всей страны Они сорганизовались Приехали Чтобы завалить А это самое А ведь по сути Это спор Товарников И нетоварников Это в чем-то Спор такой Даже я бы сказал Скоростический В нем Точка поставлена В середине 19 века Большая жирная точка Работой Маркса Капитал А до этого Маркс Пожары Последнего Сторонника Рыночного социализма Прудона Размазав В частности В своей работе Нищета фирософии Вот Прудон Он честный дабл Он бурзар Рыночный социализм Вот все ходят Обмениваются Продами своего труда Никакой эксплуатации Там народный банк И так далее Это у него была Такая сложная Остроенная система Маркс Ее все раздорвал И вот так сказать С тех пор Ну что вы спорите Вот для человека Знающего капитал Что спорить Товарный или нетоварный Социализм Людей которые выступают За товарный социализм К ним надо было подходить Не как к научным оппонентам А как к людям К антисоветчикам К врагам народа К врагам коммунизма К которым надо было Другие меры принимать И вот пошло с тех пор Дать бой на научные конференции На научные конференции Что на ней бой давать Эти выступили так Эти выступили так Создали сборные конференции И там и те И те И все так сказать Разошлись по домам Биться надо было На парксобраниях Где делегатов На съезд выбирают Биться надо было Среди депутатов Верховного совета В министерствах И ведомствах В госплане И вот кстати Было обсудение Конституции Семьдесят седьмого года И в общем-то Самый повод был Ведь много людей Защищалось По теме советов О том что такое Советы Диссертации Писали Кандидатские Докторские Ведь никто же Не подар По крайней мере Сколько значительного Не было Собирали В эту конституцию В проект Конституции Пожирания Очень широкая Я помню Маленький тогда был Но очень широкая Была компания По сбору Предложений В конституцию И ведь наверное Ни одного Предложения Не было Чтобы советы Избирать По заводам И фабрикам Как говорит Ленин А что люди Которые все это изучали Они этого не понимали А вот другая Была психология В том числе У многих обществоведов Вот Михаил Васильевич Гвачев Что на фаборам Разделились Где-то товарники Не товарники Но вот у той половины Где не товарники Они тоже себя ощущали Не так Что вот рабочие Работают за меня На заводах А я вот получил От них освобождение Я занимаюсь Чистым легким трудом Михаил Васильевич Мне даже рассказывал Что в институт экономики Два дня в неделю На работу ходили Это не учебный институт А научный Если я не прав Михаил Васильевич Нормально конечно Так во все Научные учреждения Академии наук Когда вы на фаборах Делали Люди на казарме Жили А тут вы говорите На риск Они вот так Ходили два дня в неделю Техническая наука Вот Да Это самое Они ходили два дня в неделю И ощущали себя Не так Не по станции Рабочего краса В науку Которых рабочие В это время кормят Они на содержании У рабочих Находятся И они должны Этим рабочим Должны и обязаны А рассуждали они так Что Вот я квалифицированный Вот Вася у нас в красе Был он троечник Вот он на заводе Пускай там на кировском заводе Дубофейзерном церкви Это в 86 году Была Какая там атмосфера Куда говорят Даже заключенных гоняли Ну а вот он пускай там По 8 часов А я то Квалифицированный Не нужна и зарплата И то и все И вот из этих Половины антирыночников Вот 90% Было вот таких А таких как Михаил Васильевич Там Виктор Георгиевич Доргов Вельмеев Казенов То есть буквально Единицы Это на пересчет Это пальцев хватит На руках и на ногах По всей стране пересчитать Кто-то мог даже Только на руках Вот это И что тут делать Партия рабочего краса Должна быть А в партии Рабочего краса Должны хозяевами Себя чувствовать рабочими Ну и так С точки зрения Теоретически Конечно Путь к коммунизму Это вот путь До сокращения Рабочего времени И при подсверхе Вот этой потребительной Стоимостной экономики Вполне можно Создавать их И капитализме Прямо сейчас Сокращение рабочего дня Это вот Дасточка Сейчас А оттуда С тех времен Когда Будет у нас Коммунизм Хотя бы даже В первой фразе И будет потребительной Стоимостной экономики Спасибо, Анна Павел Выступление закончено Заключительно Слово Михаил Васильевич Значит Скажу сразу Что я Как докладчик Не удовлетворен В сегодняшнем обсуждении Почему? Потому что Никакие аспекты Теории потребительной Стоимостей Вообще не обсуждались Ни один человек На эту тему Ничего Не сказал Ну Поскольку Убокоим И диалектически Это говорит о том Что все Восприняли Согласились И тем более Никто не смог Ничем Тут Никак Возразить Поэтому обсуждение Касалось других вещей О которых Можно вообще не говорить Вот Скажем В рамках Сегодняшнего занятия Или можно Ограничиться Некоторыми Только замечаниями Ну вот Нет Дескать Экономистов Марксистов Можно все время Плакать И ходить Что у нас Ничего нет У нас Во-первых У нас В науке Много людей Не надо В физике Нужен один Человек Который Один Эйнштейн Один Ньютон И так далее Один Гориат Новыйской Премьер Жрес Ауфиоров А все остальные Хоть вы и так Сажайте Иван Михайлович Хоть всяких Сажайте Хоть целыми днями Хоть освободите Их на все время Они будут Тут Наука В науке Вроде Кормят всех Рабочий класс Посеяли А тут Выросло А тут Не выросло И приходится Кормить рабочему классу Достаточно много Чтобы кто-нибудь Один нашелся Так же и поэты Поэтов очень много Они все пишут стихи Вот у нас В газетах Просто не знали Как отбиться Всякие Присылают стихи О действительных Произведениях Поэтических Вот сидел У нас Заслуженный Работник культуры Фетисов И бросал это все В корзину Потому что Действительная поэзия Это большая редкость Потому что поэзия Это склад души И так сказать Чтобы человек Вот Все это выразить А стихосложением Ну вот учили И Пушкина И Пущина И других Его коллег Просто учили В лицее Что складывать стихи И ничего такого Это научиться можно И научиться можно играть Научиться можно и музыку сочинять А композитором не будешь А хорошим тем более Вот Поэтому это К сожалению Вот такая-то и есть сфера Поэтому что касается Марксистов Я вам докладываю Вот есть товарищ Золотов Доктор экономических наук Заведут кафедры Экономической теории Металлогии Вы какую еще высоту Ему хотите дать Я считаю Что дальше пошла Административщина Вот если его поставят Ректором или проректором Это пропал человек А если его посадят Вот куда-нибудь Не дай бог Министерство наше Над ним будут сидеть Такие люди Как Медведев То это все Загубит человека И уничтожит Поэтому я считаю В прекрасном положении Находятся наши Товарищи марксисты Вот товарищ Напустим Золот Или вот Мазон Молодой Самый молодой Доктор наук Который защищался у нас В нашем Санкт-Петербургском университете Не надо у мрачных Канар Между прочим Излагать На экономическом факультете Нашем Где я В свое время Работал И преподавал И две докторки Защищал И каждый раз Получал больше половины А по поводу того Что я не получил Где треть Одного уж вы хотите Чтобы При капитализме За социалистическую диссертацию Вам проголосовали Две трети На каком Социализме В 83-м Переходном периоде Переходном периоде От капитализма От социализма Капитализм Переходном же Переходном Значит там Социализм есть Есть При буржуазии На диктатуру Буржуазии уже была К этому времени Вот Так вот Что я хочу вам сказать И вот Значит мы конечно Готовились К защите Товарища Мазура И мы туда Подтянули Значит оппонентами У него был тоже Золотов Потом был Из горного Института Воловец Доктор экономической Наук Заведующий кафедрой Который Вот все вот поменяли Кафедры политэкономии На экономическую теорию А он не поменял Говорит Пока вот на кафедре Не будет этого Будет Кафедра политэкономии Мы что ли Все перепугались Ну вот Вот Ну я там тоже выступал Присутствовал Для усиления Там я там Хорошо известный На экономическом факультете А наш Главный противник Богомазов Член Совета Вообще ушел Не присутствовал На всякий случай Потому что он чувствовал Что здесь Отнофер Он не та складывается И вот один из людей Которых вы бы никогда Не назвали марксистами Потом встает и говорит Ну что вы здесь Доказываете все Да мы же все Здесь марксисты Все На ученом совете Докторском Ну прошел Мазур Потом он Естественно Прошел Его утвердили Где в ваке В какое время В буржадной Не надо себя Пугать больше Работаете больше Будете продвигаться В науке тем более Тем более что Ленин Никаких степеней Не имел Ни званий Ничего Энгельс Ну маркс Ну маркс Имел звание Доктора Но это На уровне Нашей кандидатской Доктор философии Там на западе Знаете Вот поэтому Тут другие критерии Поэтому надо думать О развитии теории И конечно надо Чтобы вот Я согласен С Иваном Михайловичем Чтобы товарищи Интеллигенты Чувствовали себя Что их кормят Рабущий класс И надо Именно поэтому Соответственно Работать Надо понимать Что как бы Вот я не напрягался Как представитель Леном Шантруда Но я не Ну никак Я не попаду Ни под пресс Ни болванка На меня не упадет Не надорвусь Ну что может быть Ну что может быть Такое Инсульт Инсульт Если много будешь думать Это приводит Исследования показывают Обширные К тому что Человек долго И плодотворно Живет И думает Причем А другие Чиряют способность думать Поэтому вам как раз Не надо думать Что если вы будете думать То будет плохо Будет хорошо Ну как Как это Тот кто развивает Мускул Он спортсмен А тот кто свой мозг Развивает Ну У него привычка думать Становится естественной И нормальной Так что ничего Такого страшного Тут нет Размышления о том Кто и что делал Это правильные Все размышления Кто и что делал Ну надо понимать Что Я совершенно согласен С подходом Который Погласил здесь Иван Михайлович Надо все смотреть С точки зрения Классовой борьбы А классовая борьба Не состоит в том Что мы будем сравнивать Вот интеллигента Рабочего А в том Что какой будет Какие интересы Будут взяты За Приоритетные Вот если Интерес для человека Интересы Рабочего класса Если он Рабочий Интеллигент Мелкий буржуа Буржуа Как Если приоритет Для него Интересы Рабочего класса Он будет На правильной Дороге Марксистской И наоборот Если приоритет Личных интересов Рабочий Это у него Будет Мелко буржуазное Стремление Который Говорил Многому Лима Таких Нержавцев Пригвозили К позорному Столбу Среди Рабочих Сказали Ленин Среди Интеллигентов Которые Не то что Они Не понимают Что их Кормят Но кормят Это хорошо И для них Их интерес И важнее Своей должности Своей степени Своей известности Выше Тех задач Которые Стоят Перед Человеческим Дедорабочим Классом Это касается Вообще Всех И бухгалтеров И регулировщиков Милиционеров И полицейских Всех Это касается Поэтому На самом деле Существует Строго Резолюбируем Либо вы За интересы Рабочего Класса Из-за Диктатуры Пролетариата Либо вы Против И вот Тех Кто За интересы Рабочего Класса Собираются Самые Цветы Собираются В рабочую Партию Партию Рабочего Класса А остальные На самом деле Если они Не собираются В партию Но они Все равно Принадлежат Партии Капиталистов И это В общем-то Общая Картина Ну С вами Я Не могу Согласиться По одной Простой Причине Вы Нас Хотите Вернуть В то Положение В которое Было При Сталине Что Если Вам Слово Никто Не давал Все Ваше Слово Уже Было Сейчас Вернуть То Положение И снова Вернуть К тому Что Есть Вот Эти Недостатки Которые Снова Написать Надо Экономические Проблемы Социализма И дать Почву И возможность В советских Вузах В советских Учебных Заведениях В советских Институтах В институте Марктизма Ленизма Выступать По существу С антимарктистских Антисоветских Позиций По существу Благодаря Тому Что Вот такая Щель Была допущена В теории Вот в теории Ельмей Вот такой Щели Нет Еще одну Книгу Назову От законов Стоимости К закону Потребительной Стоимости Вот к чему Должно перейти Человечество И никакой Другой Дороги Тут нет И никаких Щелей Тут нет Поэтому Кто тут Будет переходить Все И рабочие И интеллигенты И тех Кто тут еще Не знает Куда пойти И меняет Свои доли Кто на рабочий И тот интеллигент Сейчас у нас Вот бегают люди Пытаются как-то Удержаться на плаву В разном Бывают положении А удержаться Можно только тогда Когда вы заняли Еще и политическую Позицию И стали Для себя Сделали задачи Осуществлять Диктатуру Рабочего класса Это да Так вот Остатки социализма Не надо путать С отпечатками Социализма Остатки социализма Были в переходный период Капитализм Остатки капитализма Остатки капитализма Были и при социализме О них в конституции Было написано Разрешается частный труд Допускается частный труд Не проглашается Не продвигается Допускается частный труд В каком-то хозяйстве В личном Допускается Это конечно Именно остаток капитализма Потому что Ничего социалистического В этом частном труде нет А вот у Маркса Критики господской программы И у Ленина В государстве Говорится не об остатках А о отпечатках Капитализме На коммунизме Вот на вас Если есть какой-то отпечаток Вот это Это не остатки А это вы Вы хороший человек Но у вас есть недостатки Как у меня Как у всех других Это противоположность Ваша У вас Будем считать Что это противоположность Она в целом Есть ваше отрицание А в целом Вы некая положительная фигура А вот если она возьмет вверх То вы из положительной фигуры Можете превратиться В отрицательную фигуру Это совсем другая категория Отпечатки Социализма состоят Капитализма На социализме Состоят именно в том Что Нет уже этого противоположения Нет никакого товара Нет никакой товарности А есть товарность Только как момент Самого Коммунистического производства Как его отрицание В нем самом Вот человек Трудящийся Рабочий Он заинтересован В росте общественного богатства Интересован Ну потому что Есть Общественные фонды потребления Квартира дают Медицина бесплатная Образование бесплатное Виктор Иванович Насчитал 52% Расходов Сегодняшних Идут на эти цели Жилье, медицина и образование 52% У нас уже Общественные фонды Решали главную задачу Второе Он заинтересован И увеличение фонда Распределения по труду Тоже заинтересован Вместе со всем обществом Но Я заинтересован Любой работник Любой рабочий Заинтересован При социализме В том Чтобы получить Большую долю Меньшего пирога Вот если я получу Большую долю И вот если я буду гнаться За этим Вот эта вот тенденция К погоне За личным обогащением Хоть и при социализме Она антисоциалистическая Она не остаток Она характеристика Вот этого Самого противоречивого Базиса Социализма Она характеризует Противоречие Интересов Любого трудящегося И государство Рабочего класса Существует для того Чтобы подавлять Вот эту самую тенденцию Подавлять Если ее не подавлять А если скажем Сделать как При Хрущеве Думаете закон О мелких хрещениях Украли вы 50 рублей Ну ничего страшного И не надо ничего Завтра можете Снова 50 рублей Послезавтра Еще 50 рублей А потом социализм украли Вот как это все начиналось И как это разводилось Поэтому Я вас призываю К четкости терминологии Вот тут не остаток Печатки старого Своя Родимые пятна Родимые пятна Это не чужое Это ваше Но это ваше отрицание Они темные А вы светлые Нельзя же не учитывать Реальную жизнь Вот я-то ее учитываю А вы-то неправильно Ее учитываете Проход учетчик Спасибо Спасибо, Михаил Васильевич Встречаемся через неделю В следующий четверг У нас семинарское занятие Тема Теория и практика Заключение прогрессивных Солестивных договоров Вам разрешено В газете Народная правда На сайте И код рабочий И эхо Встречи через неделю Солестивных договоров Народной правда